всем привет сегодня я буду готовить обед праздничный сегодня 5 января 5 ожидать и 4 5 января мы дома отдыхаем сегодня у меня в меню будет суп с фрикадельками жареное мясо и чаще будет просто жареное мясо короче по ходу я вот по ходу буду готовить буду разделывать мясо буду варить суп начинаем мы ставим до супа фрикадельками включаем плитку и сразу мы туда высыпаем фрикадельки замороженные в принципе суп с фрикадельками варится быстро лёгенький такой суп сразу почистим карточку картошки нужно совсем немного я думаю что парочку таких небольших картофелин я туда кину есть матерый блин какой дикий ух вообще капец короче Короче, мы надо сделать вот так, пускай положить в воде, и я забыл накрыть и стрелку, накрываем, так, чеснок еще можно мне найти, я одну головку нашел, так, почему оно мало, потому что я хочу вот с этого куска мяса вырезать сало и посолить его, сало здесь немного, но я просто не знаю, что с ним делать, вот куда его, мы его посолим, и его съедим. Так вот шкурка, зацепляем миска немного, сало с мясом вкуснее, вот такой кусок сала будет, значит, с этого куска мы отделяем мякоти, отделяем косточки, косточки у нас пойдут на суп, на них оставляем мясо, чтобы суп было с чем варить, с чем кушать, так, с этой стороны у нас косточка идет, как бы не жалеем мясо, чтобы супчик у нас получился наваристый, так, вот это будет на один, на одну порцию, на сут, а не порцию, а на один сут, короче, убираем эту морозилку, поехали дальше, кусочек пускай пока здесь полежит, так, нам это поле не надо, убираем, убираем, косточки, рубил мясник, вот косточки остались, так, вот это сало, не сало, ладно, пускай она здесь останется, так, в общем, короче, чтобы покушать, нам со ниткой вдвоем, в принципе, половины вот этого мяса хватит, то есть вот этот кусочек я пожарю, этот я уберу в морозилку, так, вот у нас еще косточки, кусочек у нас суп, где у нас пакетики, это ставим в следующий раз, в общем, что у нас получилось с этого куска мяса, два блюда жареного мяса, первое блюдо мы сейчас приготовим, второе мы оставили на следующий раз, очень хорошая порция для приготовления супа, ну, любого там, по желанию, и кусок сала, который мы сейчас посолим, в принципе, жарить мясо я буду в последнюю очередь, сейчас займемся тем, что я почищу чеснок и засолю сало, ладно, короче, поехали, для засолки сало нам, естественно, нужна соль, без добавок пищевая соль, соль земли сибирской, байкалочка, произведена она, наверное, у соли, Азоловинский район, поселок Треть, Треть, кстати, у меня объект был очень сложный, у меня, кстати, есть даже видео, Треть, мы там что-то там дико так работали зимой, так, я его сало немного, объем небольшой, я его нарежу так, чтобы можно было удобно достать, порезать и скушать, как бы, этот кусочек, небольшими кусочками, здесь вообще шкура, но Анютка любит, чтобы удобно было солить сало, мы делаем это вот так, насыпаем соль, у соли есть такая, не знаю, функция, преимущество от мяса, она берет сало столько, сколько ей нужно, необходимо, больше она не возьмет, остатки соли, просто перед тем, как будем кушать, мы его просто соскабливаем, сало, и едим, вот, этого много, как бы, для этого кусочка, но лишнее мы уберем, на улице не так холодно, в общем градусов, наверное, 10, ну, там ветрища такая, у меня машина заводится, наверное, каждый час прогревается, 5 января, так вот это сало, можно потом пересыпать, использовать его, есть охота, вон суп начинает закипать, так и чё, 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 почему она не закрывает до конца, все немного, для красоты, для запаха, ещё поехали, я за чеснок, уже пахнет вкусным салом, с чесноком, подавлю мы его так, чтобы чеснок дал вкус, свой аромат, так, все, сейчас начинаем натирать сало чесноком и выкладывать его в тару, так, закипает уже супчик, надо снять крышку, потом он убежит, сейчас надо снять пенку, с него, таким образом вы почистили доску, выложили, намазали чесноком, салом, просто не заморачиваемся, закрываем его, я его к балкону попрохладнее, я его поставлю, слышал, что буряты, вот как раз вот эту пенку оставляют, якобы там в ней белок и всё самое вкусное, вкусное, ну и мы в принципе не будем заморачиваться, там сильно его пену это убирать, так, вот самое время, в принципе посолить, можем даже вот использовать вот эту соль, которая у нас от сала осталась, пол ложки столовой, практически я положил, сейчас я буду пробовать, что у нас насчет соли, но я думаю, что надо будет досаливать еще, немножко до соли, спускаем оно варится дальше, в принципе, добавляем огонь немного, она уже, ну фарш, как бы говоря, он уже приготовился, насчет лука, сейчас наверно будет опять у меня глаза жирче, ну столько нам хватит для супа, щуп лука, кто-то его обжаривает, ну да, это может быть будет вкуснее, я его просто добавлю так, чтоб так получится полегче, от праздников, всё равно тяжесть такая, уже утка остаётся, постоянно очень много еды, много салатов, мясо жирное всё, мы так после праздников новогодних пытаемся полегче что-то готовить, крайне мере у нас будет супчик бульон такой легенький, лук скидываю, я не люблю когда он твердый, он должен хорошо свариться, я вообще люблю варен лук, так, всё, мы режем картошку, картошку я режу для такого супа с прикадельками, кубиками, мясо охлаждённое, бурятское, наследство свиное, купил бурят, или у бурятов правильно, я хочу его приготовить, то есть нарезать его такими кусочками, как обычно режут мясо, мясо, когда забивают свинину, свеженина, по крайней мере это у нас так готовят, то есть он режется такими крупными квадратиками, то есть вот это вот блюдо нам с нюткой покушать на раз, вот самое время в принципе поставить сковороду, нагревается, я раньше покупал мясо впрок, то есть мы убрали с нюткой, где-то в ноябре месяце, килограмм по 15-20 мясо, свиного, оно у нас хранилось в морозилке на балконе, и мы его, не знаю, ели долго, сейчас я отказался от этого, потому что когда покупаешь четверть свиней, там очень много сала, мы сала так много не едим, в общем короче, мы съедаем всю мякоть, остаются кости, кости съедаем, остается сало, получается, та сумма, которую мы потратили на сало, ну неоправданная, я так считаю, сейчас у нас на рынке продается всегда свежее мясо, я пошел купил кусочек, который мне нужен, цена в принципе такая же, когда ты берешь оптом, практически такая, ну не многим он дороже, да то ты взял то, что хотел, к примеру, вот этот кусочек, ну скажем, он дороговатый был, я его купил за 290 рублей за килограмм, обычная, в принципе нормальная цена, 250 рублей мясо, а у бурятов, да, там можно вообще купить его за 200 рублей за килограмм, когда ты прям свинью забираешь, тебе ее бьют, и ты ее забираешь целиком, у Анютки вон подружка позвонила, приехала в гости с Москвой, вот они планируют встречу, так, все у нас нагревается сковорода, и добавляем немного масла, подсолнечное, оно не нагрелось конкретно, мы раскидываем мясо, чтобы оно дойдет потихонечку, нарезаем лук, еще лук, еще лук я буду нарезать, полукольственными такими, нарезаем масла, нарезаем вот эти масла, подсохнули, подсохнули, нарезаем, все, поехали, жарится мясо, но мы ничего не придумали насчет гарнира, а что мы можем быстро приготовить, а то что варить я уже не буду. В крупах все долго готовятся макароны, у нас незамы были. Короче, мы будем есть просто мясо, мы сейчас поедем кусочек и среди мяса, потом будет у нас чай, второй футатик. Чуть сильно кипит, можно еще добавить, сейчас самое главное, чтобы здесь приготовилась готовка, добавляем сожженный перец. Сейчас мясо пожарится, красивым станет и будет сюда взглянуть. Короче, вытянем на водолух. Укроп, мы сами его готовим, где-то манечка его нарезает, замараживает и вот так вот он выглядит. жир, и летающий по всей кухне остается вот на этой щепочке. Накрывать я не советую мясо, иначе получится, что она не готовится, не отжаривается, а тушится. мясо становится очень красивым, поджарится. мясо становится очень красивым, поджарится. мясо становится очень красивым, поджарится, салон, 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 салон и самое главное, самое главное вот это мясо, которое сжарится. Накрываем это мясо. Салон, добавляем сюда лук. Салон. немного убавлю запах обалденный все готово, я выключаю плитку добавляем укроп и садимся кушать все это получилось вот так вот супчик и мясо все готово, я выключаю плитку все готово, я выключаю